В эфире программа «Новая школа» в студии Арина Смолякова. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о методиках преподавания, которые помогают школьникам лучше усваивать материал. Науки развиваются, информации становится все больше, и школьная программа, соответственно, становится все сложнее. Можно ли при помощи методик преподавания сделать так, чтобы школьники лучше усваивали сложный материал? Об этом мы сегодня поговорим с заведующим кафедрой педагогической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Виктором Александровичем Гуружаповым. Виктор Александрович, первый вопрос, который я хотела задать. Сейчас информационный поток, который обрушивается на школьников, все время усиливается. В связи с тем, что развивается наука, появляется все больше информации, которую нужно преподать школьникам. А школьники, в сущности, остались все теми же, что и раньше, то есть их способности такие же. Вот что сейчас делается для того, чтобы школьники лучше усваивали эти большие объемы? Я знаю, что вот сейчас идут споры по поводу того, что программу пытаются как-то урезать, делают специализацию в старших классах по каким-то предметам. А что еще, что можно сделать, чтобы весь этот материал школьники лучше усваивали? В науке, вообще-то, что принят термин деятельностный подход. То есть для того, чтобы ребенок научился, что выучился, он должен осуществить соответствующую деятельность. Определенное содержание, определенные формы и в определенных условиях. Компетентностный подход предполагает, что от учеников надо требовать не то, чтобы они сидели на уроках и внимательно слушали, а прежде всего, чтобы на выходе из школы они действительно обладали некоторыми умениями, способностями и определенными личностными качествами. То есть важен не сам процесс, а его результат. Какие сейчас существуют направления в методиках? Как заставить детей мыслить, усваивать все? Ну, проблема в том, что заставить мыслить невозможно. Человек, что мыслит сам. Ну, подвести их к этому. Что ему нужно предложить задачу. Вот. И, в общем-то, есть соответствующие образовательные технологии, вот, или дидактические системы, где детям предлагаются задачи, которые вынуждают их мыслить. Вот. Ну, в частности, я вот являюсь учеником, что Василия Васильевича Давыдова, принадлежу к его, что он в научной школе. Вот. Уж большой коллектив разработал так называемую систему развивающего обучения Данила Борисовича Львкоина, Василия Васильевича Давыдова. Для начальной школы. Сейчас есть продолжение в основной школе. Ну, конечно, наиболее проработанная система, применительная к начальной школе. Вот. И там эти методы разработаны, что очень важно. Вот. Это очень важно. Что не только методы, но и содержание обучения важно. Для того, чтобы ребенок мог мыслить, надо, чтобы содержание задачи содержало все предметы для размышления. Есть еще ряд дидактических систем в начальном развитии, где тоже дети имеют возможность что-то мыслить. Более того, благодаря большому авторитету Василия Васильевича Давыдова в 90-е годы его идеи проникли в другие системы обучения, которые называют себя традиционными. Но на самом деле там есть задачи, так условно говоря, давыдовские. Вот система Эльконина Давыдова, она все-таки уже довольно давно существует. А вот сейчас, вот в последние десятилетия, какие-то появились системы новые, которых раньше не было? Ну, вот, что уровня Давыдовской системы не появилось. Потому что если сейчас вот в студию принести учебники, методические пособия, монографии, вот это будет вот такая вот штуки по фундаментальной книг, конечно, и такого уровня нет сейчас. Образование – это сфера столкновения разных идей и интересов, понимаете. Это что выражается в определенной философии. Это не его личность, учитель. Вот он занимается навыками. Это не связано с его индивидуальными особенностями. Это связано с его определенной философией. Ну, что философии в том смысле, что он считает основополагающим, ценным. То есть, что он считает благом для своих учеников и для себя. Если он считает, что какие у навыки – это абсолютное благо, это устаревшая философия. Вот, что если он понимает, что кроме навыков есть еще что-то, и этого надо добиваться, то это уже современная философия. И они все свои действия пытались записывать на носке формулы, как мы с вами. Но потом видите, что произошло? Кто видит, что произошло? Что произошло? Что на первой формуле нет знака, а на второй – равна. То есть, вот здесь стерся знак. Уже не одно десятилетие учителя-новаторы создают свои методики преподавания, которые упрощают усвоение материала и увеличивают мотивированность детей на учебу. Эти методики действительно дают прекрасные результаты, но они по-прежнему используются лишь в отдельных школах и отдельными учителями. Известные учителя, которые добивались высоких результатов у своих учеников, как вот Шаталов, например, с помощью каких-то своих систем. Но почему-то эти системы не стали общеупотребительными, и не стало так, что все учителя начали это во всех школах использовать, и везде добились высоких результатов. Вот почему так происходит? Вы знаете, я с большим уважением отношусь к учителям-новаторам, я относился, вот, и восхищаюсь некоторыми методическими находками их. Вот, но нужно это что-то понимать, что образование – это системная вещь. Понимаете, один учитель может много чего придумать для себя и здорово использовать. А вопрос заключается в том, в какой мере это что-то может стать системным продуктом. А почему не может? Нельзя это как-то доработать, чтобы все могли этим пользоваться? Ну, вот я вам это что-то приведу, что, например, в Давыдовской лаборатории включало все 20 человек, плюс огромное количество аспирантов, плюс лаборатория в Харькове, вот, и система разрабатывалась 20 лет. И только потом начала, как и в это, выходить на рынок образовательных услуг. Представляете? 20 лет, а через 20 лет, может быть, уже какие-то другие потребности. Да, ну, конечно, но Василий Васильевич, он когда работал, он что, сразу ориентировался на 21 век? Сразу. Понимаете? И вот это надо учитывать, что не все. А он знал, что в 21 веке будут нужны вот именно это? Я могу даже привести пример. А на одной конференции где-то в 93-м, кажется, году один из наших коллег, ну, прямо с трибуны на конференции, сказал, ну, Василий Васильевич, ваша система уже там больше 20 лет разрабатывается, она уже не инновационная, как и надо, что-то новенькое. Тогда Василий Васильевич буквально взлетел на трибуну и сказал, ну, я не буду называть его, он говорит, не прав ты. Развивающее обучение, это образовательные технологии 21 века. Наше время еще только-только начинается, оно еще даже не пришло. Но если разрабатывать методику действительно с расчетом, что она будет востребована через, там, допустим, 20, 30, 50 лет, то на что ориентируются при этом? На то, что изменится сам человек, сам ученик, или изменятся какие-то требования, рынок труда, что-то еще? Давыдов исходил из того, что тенденция развития современного общества связана с увеличением доли теоретического мышления в повседневной жизни людей. И вот такой наиболее, к сожалению, трагический момент – это история с МММ. Множество людей, которые не только закончили школы, но даже и получили высшее образование, попались на простейшую уловку с процентами. Это, извините, содержание математики в седьмом классе. То есть они проходили проценты, но так и не поняли их природу и попались. То есть мало проходить проценты. Надо понимать смысл вот этих вот, там, трех, четырех, двадцати. Откуда появляются эти проценты? Для этого надо обладать теоретическим мышлением. И вот мы оказываемся в этой ситуации. Везде у нас кредит и так далее. То есть каждый человек практически сейчас так или иначе должен понимать, откуда появляются проценты. То есть он должен уметь мыслить теоретически. И Давыдов это понимал. Мыслить не учат понимать. Они что-то там заучивают, когда проходит материал, но не могут это соотнести с какими-то реальными ситуациями. Вы верно сказали. Они же проходят, а не осваивают. Правильно, проходят. А нужно решать задачи. Эти задачи должны носить дискуссионный характер. Должны носить исследовательский характер или проектный. То есть проектирование – это не активство такое великое. Скажем, выбор удобного для вас тарифа на мобильном телефоне – это фактически проектная задача. То есть вы должны провести анализ существующих тарифов. С этой точки зрения оценить свои собственные потребности. Что вам нужнее всего – звонить своим родным или очень многим людям. Чтобы провести расчет и сделать ответственный шаг. Ответственный шаг. Я беру вот этот тариф и понимаю, что он не выгоден. Понимаете? Вот так. Скажите, вот сейчас у нас система образования как-то корректируется, соотносится с тем, что в других странах. Да. С западной, с американской сравнивается. Прежде всего, в Западной Европе, в большей степени в Западной Европе, все-таки мы ориентированные. Здесь мы, к сожалению, не очень высокий уровень показываем. Прежде всего, в так называемой группе заданий С. А С – это вот задания, условно говоря, связанные с использованием теоретических знаний для решения конкретных практических задач. То есть, вот то, чем занимается развивающим учеником. И здесь мы, к сожалению, не очень хорошо выглядим. Здесь надо отметить одну чрезвычайно важную и болезненную для нас проблему. Уровень сложности предметного содержания в нашей общеобразовательной школе, в старшем звене, так называемой полной средней школы, он запредельно высокий. На порядок, а то и больше, выше, чем во всех странах в мире. Сложности, то есть это содержание… Убили материала. И поэтому учителя гонят программу. Есть такой разник – гнать программу. Да, то есть учитель что-то объяснил, как он читает. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И ничего не понял. Что там понял-то? Многие просто и не запоминают даже. И это связано с определенными представлениями так называемых предметно-методических групп, которые добиваются, чтобы как можно что-то больше было по математике, физике, биологии. Чтобы было как можно больше часов. Но сами понимаете, это невозможно. Ну что у нас, по математике, физике и биологии, у нас в базовой части фактически есть материал, который 10, не знаю, 20 лет назад был содержанием первых курсов университетов. Ну о чем речь? Как не перегружать школьника информацией и в то же время дать ему все необходимые в наше время знания и навыки? Сокращать программу или увеличивать количество учебного времени? Этот вопрос сейчас вызывает разногласия. Родители и многие учителя против сокращения программы. Но и время, которое ребенок проводит в школе и за домашними заданиями нельзя увеличивать до бесконечности. Что же тогда делать? Когда после всех послаблений, которые принесла первая русская революция, именно тогда началась реальная серьезная реформа образования, первое, что сделали во всех гимназиях, реальных коммерческих училищах, разрешили не изучать древнегреческий язык. Ну латынь-то ладно, а древнегреческий разрешили, ребят, ладно, завязывайте. Резко возросла успеваемость у всех выпускников, потому что... Что происходит с нашей школой? Ведь количество информационных потоков возросло за последние 40 лет примерно в два раза. Появились предметы, которых раньше не было. Экономика, Москва-бедение, мировая художественная культура, вторые иностранные языки, информатика, информационные технологии. Вот, в математике появилась статистика, ее раньше не было. Вот, и много чего еще. Вообще, объем информации с ускорением идет. И у тех, кто устраивает школьную программу, у них есть иллюзия. Ну, например, иллюзия такая, что если в России очень плохие дороги, то мы давайте введем такой предмет, как дороговидение в школьную программу, и это следующее поколение сделает их хорошими. Ну, с дорогами мы как справимся? Но ведь дураков очень много. Тогда можно ввести предмет дураковидения. Это будет сложнее с мэрами, министрами там и так далее. Понимаете? Вот именно так. Ну, допустим, все были озабочены проблемами нравственного воспитания в школах. Ну, взяли, и вот сейчас в четвертом классе решили, что исключительно на основе религиозной этики можно сделать так, чтобы Петя не сказал Ильсуру, что Коран – это плохо, а Ильсуру не напомнил, кто и как расправился с Христом. Вот. Это абсолютная иллюзия. Вот ввели курс экологии. Нужна обязательно экологическая культура, конечно же, она нужна. Но не обязательно через предмет. Поэтому это обилие информационных потоков вынуждает нас, хороших педагогов, учить не этому, а учить способам работы с этими потоками информации. Поэтому в разумных школах, ну, например, взять школу Великобритании. Там ведь нет старших классов 14 предметов. Там 8 от силы, ну, 9. Но в базисной части обязательными для изучения является математика, родной язык, иностранные языки, информационные технологии, чтобы можно было с этими объемами информации справляться. То есть, Монтейн, по-моему, сказал, что мозг обустроенный стоит намного дорого, чем мозг наполненный. Вот. Поэтому надо обустраивать мозги. Это делается не с помощью предметного обучения. В ужас приходят те, кто считает, что надо вводить дороговедение. То есть, если он не выучит, чем отличается все-таки дождевой череп от ланцетника, и не перечислит вот все косточки, какие есть у какой-нибудь ящерицы, то они обычно апеллируют чем? Что это угроза национальной безопасности России. Мы в словности материала на математике, ну, может быть, как-то сравнимы с Венгрией, ну, по физике с Англией, но в целом никто с нами не сравнится. Но в Западной Европе не стремятся излишне, вот что сложнее, и там стремятся набиваться то, что мы называем компетенцией на выходе. То есть, чтобы он мог эти знания применить в жизни. Да, да. В наше образование общее в целом, вот и что в проекте нашей новой школы и стандарте все-таки взяли, что курс на достижение результатов. Но достигнуть будет нам очень трудно, потому что все равно. предметное содержание переусложнено в старшем звене. То есть, нужно упрощать все-таки, сокращать? Нет, не упрощать. Я бы не говорил об упрощении. Или преподавать как-то по-другому. Не хватает, ну, содержание должно быть все-таки более адекватно. Например, на математике, что у нас практически нет материала для освоения многократного отображения функций. В графиках, в диаграммах многократно. То есть, не один раз отобразить какое-то явление, что в виде некоторой, что кривой или диаграммы. А вот несколько раз, когда это происходит. Потому что в настоящее время информация для повседневного употребления, она представлена через многократное отображение в различных знаковых системах. И вот с этим надо учиться работать. То же самое с физикой. Нужно просто понимать, как те или иные физические явления реализуются у нас в повседневной жизни. Скажем, много раз, вот я довольно часто летаю, наблюдая одну и ту же картину, объявляют, отключите мобильники. И вот остальные мульти. И вот, знаете, в момент взлета все равно включает, разговаривает. Я делаю замечания. Ну, как правило, молодым людям делаю замечания. И в ответ зло. Так, знаете, зло просто. А я хочу говорить. То есть, люди даже не понимают, что ставят под угрозу не только жизнь всех остальных, плевать им на всех остальных, но и свою собственную, драгоценную жизнь и здоровье. Не понимают. То есть, элементарных вещей. Получается, иностранцы, как у нас считается, законопослушные, на самом деле, они просто понимают, знают законы физики. Это понимание. Ну, не все знают. Но могут предвидеть. Ой, не все знают. Ну, вот не знают физики, что делать. Вот, не понимают, да. Ну, и последний вопрос. Как вы считаете, в перспективе, к чему образование должно стремиться? К тому, чтобы развивать мышление, чтобы как-то человек мог применить свои знания? Вы знаете, это даже не мое мнение. Федеральным государственным стандартом общего образования вот это зафиксировано. То есть, он должен уметь применять свои знания, должен обладать способностью к мышлению, к рефлексии и к ответственному принятию решений. Это зафиксировано в стандарте. Ну, выпускник школы, например, лучше, если он будет знать только хорошо биологию, или только математику, или только иностранные языки, или он должен все-таки обладать всеми знаниями в равной степени? Ну, вот здесь это уже задача всего нашего педагогического или образовательного, точнее, сообщества. Ну, общий ориентир, так как вы сказали, мышление, умение применять свои знания в реальных ситуациях, осознавать свой способ ориентации в действительности, принимать ответственные решения, понимать, что твои решения ответственные, думать. И это можно научить? Это можно включить в результаты, как? Через испытания. То есть мы ставим ребенка в определенную ситуацию, когда он вынужден что-то сделать. То есть испытания, труд. Это не я придумал, но добиться этого непросто. Я думаю, если мы все-таки добьемся, то наше образование будет самым лучшим в мире. Вот в настоящее время стандарты, если они бы вдруг сейчас реализовали завтра, мир бы охнул, как в свое время охнул, когда мы впервые запустили человека в космос. Но та система образования, которая была в 60-е, 50-е годы, она уже сейчас не работает. Что-то другие дети, другие учителя, что-то другое окружение, другие задачи. Вот все. Спасибо. Спасибо вам. На этом наша программа заканчивается. Напоминаю, что сегодня мы говорили о методиках преподавания, которые помогают школьникам лучше усваивать большой объем знаний. С вами была Арина Смолякова. До свидания. Всего вам доброго. С вами была Арина Смолякова.